Друзья, всем привет! Рада снова встретиться с вами. Сегодня у меня очередная партия посева микрозелени. Что-то уже соскучилось. Довольно такой большой перерывчик сделала, но уже хочется снова покушать. И делать сегодня я буду посев производить. Обычно, если вы смотрели меня раньше, то я это делала на бумажные полотенца. Но сегодня буду использовать вот такую новинку от золотой сотки Алтая. Это капиллярный мат. Это такой синтетический войлок. Вот я здесь уже себе отрезала кусочек. Кстати, вот в таком пакетике находится. Вот такой довольно крупный отрезок большой. И вы уже по желанию можете вырезать себе, какой вам нужен фрагмент. Я же люблю выращивать из-под суши в контейнерах. Вот я уже вырезала большой маленький отрезок. С этой стороны как бы такая гладковатая поверхность. Так, камера передаст. Да, вот, немножко видно. А с этой абсолютно матовая войлочная такая. И вот этой гладкой я считаю, что нужно положить вниз. По-моему, это правильно будет. Вот. Теперь скажу, что мы сегодня сажаем в качестве микрозелени. Это, конечно, будет у меня редис. Потому что у меня наиболее лучшим образом только с редисом получилась дружба. Разные культуры сажала. Если кто уже меня смотрел для этого, я уже рассказывала, что пробовала горох. И на бумажных полотенцах. И просто он постоянно закисает. И такой запах неприятный издает. Его постоянно надо промывать. Пробовала и в кокосовом субстрате выращивать. В общем, растет медленно. Я уже не стала с ним возиться и обрезала то, что отросло. Долговато растет горох. И скушали остальное. Так особого результата не получили. Еще пробовала руколу. Но она растет медленнее. А редисончик прям вот посадили. Он на следующий день проклюнулся. И через 5 дней уже готовая такая довольно крупная микрозелень. Вот. Поэтому я решила не заморачиваться. Буду сажать себе на зелень редисочку. Кстати, очень пикантный вкус. Так. Все. Вот я здесь отрезала. Отрезочек теперь полью. О, как классно он увлажняется. Прям это совсем другой. Лучший, конечно, эффект, чем у капиллярного мата. Мне больше прям нравится. Красота. Кстати, стоит вот этот капиллярный мат довольно бюджетно. Ну, я не знаю, сколько розницы будет накручивать. Но где-то на рознице будет в пределах... Ну, не в пределах, а где-то 150 рублей. Я уж не знаю, у кого как цена будет, какая ценовая категория. Ну, вот если стандартную такую среднюю наценку сделать, где-то 150 рублей должно стоить. И это отрезок 30 сантиметров на метр. Вот такой будет в упаковочке отрезок. Вы уже будете отрезать как нужно. И себе класть в ваш контейнер и выращивать. Сейчас посмотрим, мне нравится. Так, я сюда перелила. Сейчас сольем остатки водички. Ну, на первое время это, может, довольно и неплохо, что тут вот излишечки. Так, микрозельями у меня золотая сотка Алтая. Редис, микс. И здесь даже указано, какие сорта здесь участвуют. Жара, дурок, краснодарская и резинбутер здесь. Посев должен быть и не редким, и не густым. Вот так сейчас распределю, распределю, распределю. Посмотрим, сколько нам одного пакета, насколько хватит. Вот в этот мелкий я тоже люблю сажать участок. В принципе, все очень легко распределяется. Даже и потом, после того, как я насыпала, довольно легко распределить семена. На капиллярном мате это очень удобно, я вам скажу. Очень удобно распределять. На бумаге не настолько. В общем, все. Я нашла идеальный вариант. Пробовала я и на ватных дисках, и на полотенцах бумажных. Но вот этот вариант, конечно, мне гораздо больше нравится. Поэтому буду пользоваться капиллярным матом. Ну, а теперь мы опрыскиваем. Сверху. Здесь можно было не опрыскивать, здесь хорошо замачивать. Закрываем крышкой. Очень удобно вот в таком контейнере будет выращивать. Потом вынуть капиллярный мат. И просто срезать в контейнер микрозелень. Так, с микрозеленью мы закончили. Поставлю на подоконничек теплый. И будет прорастать. Хотя редис, он не прихотлив в температуре. Он хорошо и на прохладном подоконнике всходит. Ну что, а теперь я берусь за пересадку вот этой красавицы Мелиссы. Смотрите, какая она уже отросла. Очень густая. Вот уже корешки. Мелисса Мохита тоже от Золотой Сотки Алтая. Какой красивый кустик. Так, эти поменьше. Я их, наверное, кому-нибудь подарю, кто желает. Завтра на работе спрошу. Главное, что мы вырастили. И уже можно вот отрезать листики и пить чай. Либо сейчас кустиком посажу. Так, ну все. Я приготовила горшочек. Вот у меня здесь литровый. Мой любимый Порто горшок. Я люблю этого дизайна. Горшки. Так, вот здесь мы сделаем углубление. Теперь что нам нужно сделать? С торфяной таблетки удалить вот эту сеточку, оболочку. Немножко, конечно, мы травмируем корни. Но я думаю, Мелисса это переживет. Она ленточкой аккуратненько снимется. Все. Вот какие хорошие, хорошенькие, хорошенькие корешки. И вот сюда вкладку. Все, прижмем. Хорошенечко прижмем. И польем. Думаю, достаточно одной будет на литровый горшочек. Вот такой приятный кустик у нас получился. Ну, на этом я завершаю сегодня свою посадочную работу. Уже пробежалась, все полила. Первым делом, конечно, с работы иду контролировать полив на своих цветочках любимых. Поэтому спасибо вам, что сегодня вы были со мной. Занимались посадочными работами. Благодарю вас за все. За то, что вы меня смотрите. Если нужно, пишите в комментариях ваши вопросы. Мне будет очень приятно на них ответить. Спасибо за внимание. До встречи.